Саратов 24 Рассказал о планах Надбавка для классных руководителей у вас будет осуществляться Депутат Госдумы встретился с преподавателями колледжей Педагоги получат доплаты за классное руководство Опасные перекрестки города Все абсолютно перекрестки здесь, пешеходные переходы нерегулируемые В Саратове намерены бороться с аварийностью на дорогах Как это планируют делать, знает Жанна Марченко Жалуются на горы мусора Перечень обращений саратовцев в нашей рубрике «Народная приемная» Что приготовила нам небесная канцелярия в понедельник 29 марта на Святого Савина Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский Дождитесь Нужно объединиться, чтобы решить проблемы Депутат Госдумы Николай Панков побывал в Ольском районе Посетил несколько колледжей С преподавателями говорили о финансовой поддержке заведений среднего и профессионального образования Педагоги смогут получить доплату за классное руководство Павел Фитилев продолжит тему Таким образом с этого года Эта надбавка для классных руководителей У вас будет осуществляться Приехал с хорошей новостью Николай Панков пообщался с преподавателями Педагогического и технологического колледжа Вольска Депутат Госдумы рассказал о финансовой поддержке Которую смогут получить классные руководители Идея принадлежит спикеру Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести доплату за классное руководство В колледжах и техникумах 5000 рублей Вячеслав Володин встречаясь в Саратове С представителями СПО Обсуждал главный вопрос Вопрос социальной справедливости И вопрос необходимости участия в финансировании И обеспечении финансирования наших учреждений И конечно подняты были вопросы несправедливости Допустим за классное руководство И то что оно составляет по моему 1200 рублей Это областная надбавка Я так понимаю А федеральная если взять как в школе Она 5000 рублей Отсутствует у вас Учащиеся колледжи и техникумов Также получат поддержку По словам Николая Панкова Спикер Госдумы будет искать дополнительное финансирование На текущие нужды В расчете 50% от 2000 на каждого студента Вторую половину берет на себя регион Это касается областных образовательных учреждений Аналогичное решение ранее было принято по школам и детским садам Это на текущие расходы ваше учреждение За счет которого вы можете приобретать пособия Компьютерную технику Специализированные классы Оборудование И для мастерских приобретения Вот на это нужно и рассчитывать В лаборатории у нас присутствуют инструментальные методы анализов У нас есть спектрофотометры Николаю Панкову провели экскурсию По Вольскому технологическому колледжу Показали несколько кабинетов По словам депутата Нужно поддерживать заведение среднего профессионального образования Но для этого необходимо объединить возможности местной власти И депутатов всех уровней Павел Фитилев, Роман Шельдяев, Саратов-24 Попало в тройку антирейтинга По итогам прошлого года Саратовская область стала одним из лидеров По тяжести последствий ДТП Как показала статистика В нашем регионе смертельные аварии Случались чаще, чем в других крупных городах Приволжского федерального округа Одна из причин – плохие дороги Как планируют менять ситуацию В этом году расскажет Жанна Марченко Машины выезжают на перекресток Соответственно, руководствуются лишь правилами дорожного движения Уступают помех справа Соответственно, не все у нас хорошо знают правила дорожного движения Как следствие – аварии Здесь, по словам инспекторов, они случаются чуть ли не каждый день Перекресток Народищева – самый проблемный в Волжском районе И один из самых опасных, если брать статистику по всему городу Здесь пересекаются несколько улиц Четыре полосы движения И ни одного регулируемого перехода Перекресток тяжелый Неудобно разъезжаться постоянно По-главной нормально А вот второстепенно тяжело Выезжать сейчас пить Интенсивность движения Хотя разметка есть в пешеходных переходах Но я считаю, что должен быть установлен светофор В том, что здесь не хватает светофоров или транспортной развязки В виде кольца уверены и представители назорных органов На улице города прокуроры сегодня вышли с очередной проверкой В преддверии летнего сезона на дорогах нужно навести порядок К примеру, здесь от Радищева отходят пригородные автобусы Но дачники часто не успевают перейти на столько широкую дорогу В настоящее время на данном участке имеются нарушения требований ГОСТа Мы видим отсутствие дорожной разметки Еще один опасный перекресток в центральной части города Пересечение улиц Московской и Комсомольской Здесь место достаточно оживленное Рядом находятся остановки, детская поликлиника Однако светофор установлен только мигающий Что не всегда останавливает водителей Летом 2019 года здесь произошла страшная авария Водитель сбил пешехода От удара человек влетел в салон троллейбуса и скончался Сегодня в прокуратуре озвучили и общую неприятную статистику смертельных аварий В регионе их число за прошедший год выросло почти на 10% А если брать весь Приволжский федеральный округ, нашу область и вовсе в стройке лидеров по тяжести последствий ДТП В этом году ситуацию планируют менять Сейчас на дорогах региона работают 156 комплексов фиксации нарушений Из них на трассах чуть больше 20 Цифры несерьезные, уверены специалисты В среднем в регионе где-то надо еще купить более 500 комплексов автоматической фиксации Чтобы установить их на всех аварийно-опасных участках дороги в Саратовской области Сами знаете, Саратовская область протяженная Оснащение автомагистралей фото- и видеокамерами начнется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Они будут одновременно фиксировать сразу несколько нарушений Штраф придет за неправильное движение по полосам, скоростной режим, непропуск, пешеходы и многое другое Уже определили около 20 адресов в Саратове, Энгельсе и Балакове Жанна Марченко, Роман Шельдяев, Саратов, 24 Отправились по безводным районам Сотрудники МЧС объехали места, где часто возникают проблемы во время тушения Набрать воды в городе удается не везде Большинство гидрантов не работают или завалены мусором Кроме того, в центре Саратова случилась трагедия На пожаре погибли дети Все подробности в нашей еженедельной рубрике Слово Натальи Коронатовой, сотруднику пресс-службы МЧС области Спасибо, Полина За неделю в регионе произошло более 30 пожаров Один из них в центре Саратова Двое детей, мальчики 9 и 2 лет, находились в квартире одни Предположительно, из-за шалости с огнем В квартире на 6 этаже 9-этажного дома начался пожар Площадь возгорания составила 10 квадратных метров Дети в бессознательном состоянии были эвакуированы на свежий воздух Несмотря на проводимые медиками реанимационные действия Детей спасти не удалось Сотрудники МЧС не перестают проводить профилактические рейды В прохладную погоду многие продолжают использовать нагревательные приборы Топят печи, перегружают электропроводку Плюс к этому у школьников каникулы А это значит, что дети дома одни Часто без присмотра взрослых В жилых домах сотрудники распространяют памятки с правилами пожарной безопасности Проводят инструктажи Особый акцент на семье, где дети часто остаются без присмотра Воспитываются одним родителем Многодетные, неблагополучные семьи В Саратове пожарные отправились по безводным районам Где часто возникают проблемы во время тушения Набрать воды в городе удается не везде Часть гидрантов в неисправном состоянии Или в них слабый напор По нормативу должно быть 10 литров в секунду Этого достаточно, чтобы быстро заправить машину У огнеборцев даже есть понятие Безводные районы Агафоновка, Пугачевский, Пролетарка, Завокзальный и УВЕК Давление на гладком патру составило 0 атмосфер А на стволе А держалось в районе 0,3 кг силы на сантиметр квадратный Это говорит о том, что данный пожарный гидрант Не обеспечивает работу одного пожарного ствола И расход воды в нем недостаточен для тушения пожара Ежегодно в системе МЧС проводятся всероссийские соревнования «Человеческий фактор» Такого рода мероприятия способствуют обучению и закреплению навыков По оказанию психологической поддержки И первой помощи гражданам при несчастных случаях В Саратове на этапе студенческой лиги принимали участие 7 команд А в профессиональной лиге 6 команд огнеборцев Конкурсные условия в этом году были максимально приближены к реальным По легенде, двое рабочих упали с высоты при проведении строительных работ У одного проникающая рана грудной клетки, у другого сломана ключица и повреждена нога В ходе практического этапа соревнований мы не только оказывали первую помощь Останавливали кровотечение, накладывали давящую повязку, фиксировали поврежденные части тела Но и в то же время нам необходимо было оказать психологическую поддержку страдавшим Снизить их тревогу, сформировать чувство безопасности и грамотно передать скорую помощь Новая информация уже через неделю Спасибо! Сотрудник пресс-службы МЧС области Наталья Коронатова рассказала о чрезвычайных событиях за неделю Далее прогноз погоды от Александра Новохадского Затем мы вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями Чтобы все это выросло, я работаю каждый день от зари до зари Я выращиваю для вас хлеб, овощи, мясо Все это стало возможным в том числе благодаря поддержке кооператива «Гарант Кредит» Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы Гарант Кредит Телефоны в Саратове 906-444-708-444 Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит» Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям Здравствуйте! В субботу 27 марта на Святого Венедикта В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове, Облачно с прояснениями Кое-где возможен небольшой снег, дождь, туман и гололед Ветер северный, порывистый Днем до плюс 5 градусов, а ночью до минус 1 Кстати, любишь пельмени? Отлично! Тогда включайся, покупай пельмени «Минутки» с промо-этикеткой Регистрируй коды на сайте минутки-промо.ру И получай гарантированные подарки А также участвуй в розыгрыше супер-призов iPhone 12 Пельмени «Минутки» готовь легко, общайся с удовольствием В Саратове и Энгельсе порывистый ветер и преимущественно без осадков Температура днем до плюс 3, а ночью до нуля Атмосферное давление около 756 мм в ртутную столба, по приметам И если весной в реках вода не прибавится, то лето обещает быть жарким и сухим Ну и наоборот, всем добра, здоровья и терпения До встречи! Жаловаться можно! Продолжает работать народная приемная «Саратов-24» О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире А полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф» Кстати, теперь эту рубрику мы делаем совместно со специалистами Центра управления регионом Слово его представителю Ксении Конновой Она расскажет о главных проблемах жителей Спасибо, Полина! За медущую неделю специалисты Центра управления регионом зафиксировали 958 сообщений о проблемах в Саратове и области Их жители могут оставить под постами в местных пабликах, официальных сообществах органов власти А также через приложение «Госуслуги, решаемые вместе» Расскажу о нескольких решенных вопросах Эти кадры сняты пользователям ВКонтакте на кольце трамвайных маршрутов номер 4 и 6 в Ленинском районе Водитель и оператор автоцистерны сливают на улицу неизвестную субстанцию Неравнодушный мужчина подошел к нарушителям порядка и попросил объясниться В ответ его попросили не снимать ЦУР выявил данную жалобу на загрязнение города и направил в администрацию Информацию перенаправили полицейским, теперь они ищут виновных Далее типичная коммунальная проблема для весны, но не для Центра Саратова Пишут авторы комментариев Проспект Кирова начала затапливать Из-за забившихся ливневок образовались большие лужи Специалисты Центра управления регионом не оставили проблему без внимания Силами коммунальщиков лотки водоотведения пролили и очистили И даже прикрепили фотоотчет Полина, передаю слово вам Спасибо, Ксения А теперь в студии рядом со мной Роман Базан Он расскажет, какие обращения поступали к нам в редакцию Здравствуй, Полина Будущие жильцы 17-го дома, что на Лисине, говорят, их новостройку вот-вот сдадут Приглашают на осмотр квартир и просят подписать акты По факту же крыша течет, отоплений и воды нет, но и исправлять ничего не хотят Журчит, ручьи, все капает Балашовские автолюбители сняли на видео въезд в город Перед мостом его затопило Хотя дорогу ремонтировали полмесяца назад Саратовцы жалуются на мусор у Блашиного рынка Он расположен в Пугачевском поселке По словам горожан, стихийная ярмарка давно уже прошла А вся округ завалена отходами Собаки, крысы, полная антисанитария С детьми пройти невозможно, жалуются местные жители Спасибо, Рома Полный отчет о жалобах телезрителей читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф» Он появится в продаже в ближайший вторник Мы ждем от вас новые обращения Если есть возможность их проиллюстрировать, мы будем только рады Экскурсия в Англию середины 18 века В Родичевском музее открылась выставка, приурочена она ко дню рождения его основателя Алексея Боголюбова В экспозиции представлены работы немецкого мастера гравюры Эрнста Людовика Риппенхаузена Его графический альбом подарили музею в 1885 году Саратовцам покажут 30 мини-картин Все гравюры – это репродукция работ Уильяма Хогарта Его считали главным моралистом эпохи, который создавал нравоучительные сатирические картины и карикатуры Непростое детство в Лондоне давало художнику массу сюжетов Его произведения вызвали большой интерес в Германии Для саратовцев выставка будет открыта до июня Его правдоподобные реальные картины и сюжеты, в которых много деталей и символов Нашли просто широчайший отклик среди англичан, среди его современников Он сам побывал в тех местах, которые он воспроизводит на гравюрах Он сам был участником, он выбирал модели, он даже сопереживал им И это видно в каждой его картине И уже при жизни впервые эти серии он делал как живописные полотна, как художник А потом, видя эту популярность, он воспроизводил их в гравюре, в технике резца и афорта О главном к этому часу все Ищите нас также в соцсетях, мы есть и в инстаграм А я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok